Что лично в твоей жизни поменялось после того, как ты начал такой стремительный рост работы с аудиторией, и насколько круг твоих знакомых расширился? Ну, по большому счёту ничего не поменялось. Я жизнь чётко разделяю на онлайн и оффлайн. То, что там в онлайне какие-то толпы, это не значит, что эти толпы окружают меня по жизни, их нет вообще. Есть семья и есть достаточно узкий круг родственников, друзей и знакомых. «Стали», т.е. вот самое, так сказать, конкретное выражение – это когда тебя на улице узнают, и не только на улице. Т.е. любимый пример, когда я в бане захожу в парилку, извините, там, с одной шапкой на голове, а вся верхняя полка мне не стройно говорит «Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич, я метаться начинаю, потому что непонятно, как себя вести». Это как-то вот… Либо еду в московском метро, а там сидит юноша, я стою, юноша сидит там сбоку и в айпадике что-то смотрит. Ну, смотрю в айпадик, там я кривляюсь, он какого-то синего фила смотрит. Место-то хоть уступил? Я ему по плечу похлопал, он у меня смотрит, я ему говорю, нормально, его чуть кондрат там не хватил, бедолагу, смешно получилось. Вот. Количество знакомых, оно, естественно, растёт, но есть некие физические пределы – невозможно дружить со ста человеками, ну ты же сам, вот наш тупичок, сколько лет мы там друг друга знаем, нельзя ходить на все пьянки, нельзя посетить даже часть сборищ, потому что там, во-первых, не хватит никакого здоровья, во-вторых, ну времени столько нет, и общаться лично невозможно. К сожалению, уже там насильно, надо самому себе определять приоритеты, с кем надо общаться и с кем не надо общаться, и вот как-то масса всего отпадает, а из-за того, что занятость тотальная, ты с семьей нормально общаться не можешь, и надо предпринимать серьёзные психические и физические усилия, чтобы вот в пятницу всё это дёрнуть рубильник, и суббота-воскресенье не делать абсолютно ничего. Вот сиди дома, общайся с семьёй. Повторюсь, для этого нужны усилия. Но польза, безусловно, есть, т.е. в массе мест, где узнают, относятся сугубо положительно, вот как-то так происходит. Это помогает решить массу, ну скажем так, бытовых проблем. Я не сильно с ними сталкиваюсь, но с теми, с которыми сталкиваюсь, решать помогает. Вот так вот. Продолжение следует...